Всем привет, с вами Миша и вы на канале CryptoDealers. Знаете, что такое несется? Это такое состояние, когда ты находишься в центре урагана событий. И твоя задача оставаться спокойным. Отбросить все пустышки, словить свой момент, поймать его за гриву и ни за что не отпускать, как бы не трясло. И чтобы я не была голословной, давайте добавим фактов. По данным CoinMarketCap у нас созрел 853 цифровых актива, 11 из которых перешагнули в капитализацию 1 миллиард баксов. Первая тройка это Bitcoin, Ethereum и Bitcoin Cash. Также в клуб миллиардеров входят Ripple, Litecoin, Yota, NEM, Dash, NEO, Monero и Ethereum Classic. Вы замечаете динамику роста рынка? Я реально не берусь говорить, через сколько времени будет 1 триллион. А он реально будет, тем более с такими проектами, как Comso. Продолжаем тему тряски. Кое-кто не справился с управлением. Пока все шумели о расколе битка, Hard Fork эфира остался без внимания. Команда разрабов эфира опубликовала сообщение о том, что Hard Fork, метрополис, должен выйти в конце сентября этого года. Hard Fork широко ожидался после того, как в этом году была выпущена дорожная карта Ethereum на 2017 год. Карта указала, что предстоящий релиз будет содержать некоторые основные обновления для платформы. Ранее говорилось, что Hard Fork запустят в районе от 3 до 6 месяцев. А конец сентября находится прямо на пороге полных 6 месяцев. Хотя по срокам позже, чем многие надеялись, новость является долгожданным спасением для тех, кто жаждет модернизации Ethereum. Новый Hard Fork должен привнести некоторые существенные обновления. Во-первых, увеличение анонимности придет с новыми ZK-SNARKs или доказательством Zero Knowledge. Во-вторых, программирование и интеллектуальные контракты будут значительно упрощены с новой модернизацией, избавляя от части работ текущих программистов. Газ также будет скорректирован для расчета счетов. В-третьих, маскировка для энтузиастов безопасности позволит пользователям определить адрес, для которого у них есть закрытый ключ. Это повысит безопасность в сети даже в случае взлома квантовых компьютеров. Наконец, обновление включает в себя Difficult Bomb, предназначенный для того, чтобы сделать добычу экспоненциально более сложной. Бомба предназначена для промежуточного этапа перехода от доказательства работы, POV, доказательства роли, POC, в сети. Это часто упоминается как эфирный ледниковый период. Остается неясным, приведет ли обновление к повышению или уменьшению цены. Поскольку добыча замедляется, цена может упасть. ICO ферма? Было. Майнинговый пул? Знаем. Сексуальные техи? Тоже слышали. А как насчет ICO в пользу государства? Включите, пожалуйста, ваше внимание. Это реально интересно. Эстония может провести первое в мире государственное ICO. Руководство программы онлайн-резидентства Эстонии и Residency предложило провести первое в мире государственное ICO, которое позволило бы инвестировать в страну обладателям статуса онлайн-резидента. Пост с описанием идеи опубликовали 22 августа глава эстонской программы онлайн-резидентства Каспар Корьюс. Предлагается, что инвестировать в ICO смогут как онлайн-резиденты, так и граждане страны. Взамен они получат токены Estcoin, которыми смогут безопасно и прозрачно расплачиваться за различные услуги в Эстонии. Закон об электронных резидентах был принят в Эстонии в 2014 году и наделял иностранных граждан правом на получение электронной идентификационной карты. Наличие такой карты позволяет легально взаимодействовать с государственными органами страны через интернет. На сегодняшний день Эстония зарегистрировала уже 22 тысячи онлайн-резидентов из 138 стран. И недельное число таких заявок уже превысило недельную рождаемость в стране. Вот, например, если бы я работала в скучной газетенке, а не на канале Криптодилерс, я бы назвала эту новость не Трампом единым. Короче, между поеданием куриных крылышек республиканцы даром времени не теряют. Как для представителей консерваторов они меня реально удивляют. По данным издания Daily Kailer, чуваки мудрят в Конгрессе какой-то новый законопроект, защищающий какие-то виды крипты от чрезвычайного контроля федералов. Одну я точно знаю. А если серьезно, с такими успехами до отметки битка в 10к осталось совсем недолго. Новый закон не позволит приравнивать цифровые валюты к ценным бумагам, но при этом защитит транзакции в криптовалютах от налогообложения. В то же время криптовалюты должны будут отвечать минимальным требованиям безопасности и не использоваться для отмывания денег, торговли наркотиками и поддержки террористических организаций. Законопроект представят уже в сентябре. Какие именно криптовалюты приравнивают к доллару, пока не ясно. Но судя по заявленным источникам, члены Конгресса планируют создать контролируемую государством разновидность биткоина, которую нельзя будет использовать для отмывания денег. Ну и так, поржать, российский Бургер Кинг на волне всемирного хайпа создал свою собственную криптовалюту, прикрепленную к бургеру по имени Вопер. По словам администрации, за каждый съеденный бургер гости будут получать по одному Вопер Коину. Я бы порекомендовала администрации Бургер Кинга сразу же договориться о приеме их токенов в какой-нибудь фитнес-клуб, но это уже совсем другая история. Ну а на сегодня все. Не забываем подписываться на наш канал. Да пребудет с вами блокчейн. Всем пока!